Итак, сегодня у нас такая незапланированная лекция, вот, полулекция, полусеминар, да, вот, и тема будет «Аномалия следа», так называется, значит, «Аномалия следа», и, собственно, формул для этой аномалии вот написано на доске. Я сейчас скажу, что и что, и мы потихоньку будем это обсуждать. Значит, во-первых, что такое аномалии? Аномалии теории возмущений – это нарушение классических законов сохранения за счет квантовых поправок. Вот, и в частности мы с вами будем обсуждать две аномалии, это «Аномалия следа» и «Киральная аномалия», но это в следующий раз. Вот, аномалия следа, в чем состоит аномалия следа? Что за след, во-первых? След – это след тензора энергии импульса, вот тензор энергии импульса, вот это его след, да. Вот, и, в частности, как видно здесь, у нас этот след пропорционально бета-функции. Если мы, скажем, возьмем безмассовые частицы, вот, то этот след пропорционально бета-функции. Соответственно, бета-функция – это чисто квантовая вещь, в классической теории бета-функции нет. Вот, соответственно, след в классической теории будет равен нулю тензора энергии импульса. И за счет квантовых поправок он у нас, соответственно, не ноль. Вот это и есть аномалия. Вот, с другой стороны, с чем связана эта аномалия? Значит, нужно, можно показать, что Т мю-мю, это вот мы будем показывать. Это, скажем так, демю, где это след тензора энергии импульса, это дивергенция некого тока. И этот ток, это называется ток демю, ток растяжения или дилатации, который, это нютеровский ток, связанный с изменением масштаба координат, скажем так. Вот. То есть, наличие нулевого следа говорит о том, что теория масштабно-инвариантна. То есть, вы делаете масштабное преобразование в Лагранжане, у вас при этом ничего не меняется, и вы говорите, что этим масштабным преобразованием соответствует по теории Миньотер сохранение некого тока, и если вы посчитаете, то окажется, что вот этот ток, ну, некий D, да, мы его сейчас напишем, и его дивергенция, это и есть тензор энергии импульса. То есть, несохранение, то есть, неравенство нулю вот этого тензора, я пока про массы не говорю, без массовой теории, за счет квантовых поправок, означает, что в теории появился масштаб. Вот, за счет поправок. Так, действительно, в классическом Лагранжане без массов масштаба нет, соответственно, мы предполагаем, что если мы просто делаем масштабное преобразование, то они у нас оставляют Лагранжан, ну, действие как таковой, как целый инвариантно. Это и выражается в сохранении тока, но за счет квантовых поправок, вот мы говорили, что у нас появилась лямбда КХД, или вот тот параметр мю, который был в, ну, в размерности регуляризации, да, это и есть вот тот сам масштаб, который появился. И, естественно, что бета-функция, которая нам входит у нас в уравнение для изменения заряда с масштабом, она, ну, и параметризует это изменение. Что касается вот этого члена, то этот член, на самом деле, он есть в Лагранжане, когда есть масса, то есть там есть масштаб масса. И вот этот вот член в следе тензор энергии импульса, он есть и в классическом Лагранжане, поскольку, ну, вот масса с изменением масштаба остается на месте, а все масштабы, скажем, полей меняются. Ну, и, соответственно, Лагранжан уже не масштабный инварианте. Но, если мы говорим о массах легких кварков, то, как правило, это вот кусок, ну, мал, а вот этот кусок уже велик, да, вот. И что еще? Вот здесь это будет уже масса с поправкой, вот с той самой поправкой, о которой мы говорили вчера, если мы рассматриваем кванту-теорию. Вот. И зачем нам это все надо? Надо это вот зачем. Вот если мы возьмем тензор энергии импульса, пока мне достаточно его вводить буквой Т, а потом мы напишем его явно выведем. Значит, T-меню, да, от X. Я возьму какой-нибудь адрон. КС. С импульсом К, там, со спином С, да. Каштриск, вот так. Значит, H от КС. Вот такой матричный элемент. И проинтегрирую его, значит, E в степени, скажем, И, Q, X. Это X, D4, X. Вот. Ну, и назову это как-нибудь там, Тау-меню. Вот. Значит, что я могу здесь сделать? Я могу, во-первых, сказать, что ну вот, вот это, этот Т-меню от нуля по уравнению движения, тут будет, соответственно, E в степени минус ИПX, E в степени ИПX. Это оператор импульса. Вот этот, соответственно, подействует. Но вот эту обкладку, вот этот подействует. Но вот эту обкладку, и тут вместо оператора возникнет К-штрик, тут возникнет К. И я получу, что это у меня H-S, T-меню от нуля, H-КС. Вот. А тут будет E в степени ИПX, Х на что? К-штрих, К-штрих плюс Q минус К. Вот. К-штрих плюс Q минус К. Теперь я могу сказать, что, ну вот, что я делаю дальше? Я говорю, если я беру, скажем, так, D4Х, D4Х, если я беру, значит, если я беру вот так вот этот матричный элемент, и как-нибудь буду его параметризовывать, раскладку по форм-фактору, то это будет некая А, значит, от Q, вообще говоря, на К-ню, К-штрих, так, ню. Ну, неважно, он симметричен, танзовый энергий пульс. Вот. К-штрих, один из них штрих. Плюс все остальные, на самом деле, комбинации, которые я могу построить из К, К-штрих и Q. Их можно придумать, ну, еще несколько штук, но мне они нужны не будут, поскольку я буду смотреть предел вперед. К-штрих равно К. Тогда все комбинации, в которых стоит К, они просто там занулятся и все. Вот. Ну, потому что, если у меня тут стоит B, я не знаю, Q-мю на что-нибудь, то когда я буду смотреть предел К-штрих равно К, за счет этого интеграл, у меня будет дельта-функция К-штрих плюс Q минус К, то есть, когда у меня К-штрих равно К, Q равно нулю, этого не будет. Вот. Значит, вот. Теперь мне нужно еще сказать пару слов о нормировке состояния. Вот люди здесь нормируют его вот так, что H от К-штрих, ну, спин мне, опять-таки, не нужен будет сегодня, H от К-ш, поэтому я спин один точек это 2Е, 2Е, ну, катая, да, на 2П в К-ш, да, это К-ш-штрих, это К-ш-штрих, нулю, вектор. Вот. Вот так нормируют. Вот. Тогда я могу просто взять это выражение, у меня получается, что это А от Ку, ну, или А от нуля в пределе, значит, К-штрих стремится к К, значит, это А от нуля. Тут я беру дельта-функцию, у меня получается 2П в четвертой дельта от нуля, четвертая, вот, на вот этот маточный элемент. А, вот, я его уже написал. Все. Вот. Теперь, это с одной стороны, я просто посмотрел предел, значит, при К-штрих стремящемся к К. У меня остался вот один форм-фактор. С другой стороны, я могу сказать, что, что я могу сказать? Я могу сказать, значит, вот такой матричный элемент, Т-0-0 это плотность энергии, так? Это Лагранжа, это Гамильтониан. Поэтому интеграл Т-0-0 от Х, Д-3-Х, то есть полный Гамильтониан, в этих обкладках, H от К-с штрих на H от К-с, это вообще говоря, энергия, ну или масса этой самой частицы. Отсюда я могу найти вот этот коэффициент А. Вот этот коэффициент А. Если я просто возьму и посчитаю Тау-0-0, да, то что я получу? Что я получу? Значит, Ау-0, ну, нам не важно, 0-0. Это будет интеграл от Т-0-0, Д-3-Х, там у меня Ку равно 0, я буду смотреть, да? У меня получится, что сразу эта вот масса, эта самая, ну или энергия, да? Это вот будет масса. Останется только интеграл ДТ. ДТ на массу. Вот, я ее написал. На массу. Итак, сейчас, секунду. На массу, на массу. И обкладки почему-то я не взял. Почему я не взял обкладки? Сейчас, секунду. Это просто энергия. Ух. Так, 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 так. Ну да, обкладки. Вот смотрите, вот это гамильтаниан, так, я им действую на состояние, получаю энергию, массу. Состояние осталось, да? И вот этот маточный элемент, который даст мне нормировку, остался. Вот. Соответственно, я массу напишу, и останется вот этот маточный элемент, который дал мне нормировку. Вот он. Тут у меня что? 2ЕК. ЕК это та же самая масса. Соответственно, я пишу 2М квадрат. Вот. И тут стоит дельта функция. 2П в кубе. Дельта К минус К штрих. Ну или от нуля, в данном случае, векторная. Вот такая дельта. Вот. Дальше тут стоит интеграл ДТ. Интеграл ДТ – это еще одна дельта функция. Потому что это интеграл от экспоненты с нулевым аргументом. То есть это будет 2М квадрат на 24 дельта 4 от нуля. Вот. В такой нормировке, которую люди принимают. Итого. Вот я это Т0,0 с Т-меню вот с этим сравню. И я получу, что вот мое А от нуля – это просто 2. Потому что, ну, К0, К0 – это как раз М в квадрате, две нулевых составляющих энергии. Да? Вот. Ну и остается двойка. То есть это просто двойка. Вот. Хорошо. И зачем мне это надо? А это надо мне вот зачем. Если я возьму от следа матричный элемент в обкладках адрон, что я получу? Значит, получу я… Значит, Т-меню. Значит, получу я. Вот тут вот это как было, так и осталось, а это будет К квадрат. Соответственно, 2К квадрат. Это 2М квадрат. Это, в этом смысле, инвариантная величина. Вот. Вот. И что же мы видим тогда? Что? Если у нас след тензора энергии импульса, он вот такой, мы его сюда подставим, получим массу, соответственно, дрона. Вот. Но, опять-таки, если у нас классическая теория, нету зависимости заряда от масштаба, вот этого члена нет, есть только вот этот член. То есть, масса нашего адрона пропорциональна, соответственно, массам кварков. Ну, и средним по состоянию с адроном, вот вот, ну, кварковых спинонов. Если мы рассматриваем предел легких-легких кварков, то тогда, скажем, ну, массы кварков у нас достаточно малы, там, УДС, да? Ну, а масса протона 1Г. И у нас получается, что в пределе безмассовых кварков у нас адроны, они просто вообще без массы. Вот. И основную вклад, например, в протон, да, пока у нас нет тяжелых кварков, дает вот этот член в массу. А этот член, ну, как раз связан с глюонами. Вот. Этим эта формула, собственно, и хороша. Вот. То есть, я могу сказать, что масса адрона ну, или вот так вот. Тут вот плюс, скажем, там, МУ, ну, это будет ПСИУ. ПСИУ-бар плюс МД ПСИД ПСИУ-бар плюс МС ПСИУ-бар это равно две массы адронов. Если говорить про протон, например, то вот вот вклады отдельных этих матричных элементов, они встречаются не только вот в этой формуле, то есть для массы, да? А, ну, и в разных других формулах, поэтому их оттуда, скажем, можно извлечь, по крайней мере, в каких-то моделях. Вот. И они получаются равны. Просто приведу эти цифры для справки. то есть получаются равны. Что вот этот кусок МУ плюс МД это что-то типа 45 МФ значит, сейчас лучше. Так, 45 значит, 45 МФ вот вот этот кусок вот этот кусок значит, он равен примерно примерно ну, 700 ну, там в различных моделях там от 650 там до 760 МФ ну, и вот этот кусок он равен что-то типа там порядка 200 МФ так единственное, что я так как тут у меня квадратные МФ то я должен ну, вот это тогда я делю на массу протона вот так это из различных других экспериментов так что-то я вспомнил на массу откуда там квадрат что? откуда какой квадрат сделал кто? С? в смысле он ха-ха-ха а там не только С есть там все есть вот значит сейчас это сейчас прям прям даже разбудило ну, я думаю все есть но чуть-чуть все есть но по чуть-чуть там ему 2 СМФ а вот на самом деле вот у вас есть что такое протон мы до этого дойдем вот вы думаете что это трикварка да на самом деле тут вот слетело разлетелось слетело разлетелось и это это вот такая волновая функция ну и в частности кто вам мешает рожать скварки вот никто не мешает вот и этот оператор то что он нам говорит ну опять-таки это порядка порядка там они на 100 мэв плюс-минус отличаются различные оценки но я это привел для того чтобы показать порядок величин вот этих а не для того чтобы говорить про эти точные данные вот то есть есть там они скварки они вот так рожаются они невалентные то есть они не определяют вот изначальный скажем так вот состав вот но они там есть это среднее это среднее от а вот к так ну тут вперед кс значит чего там мс с чертов с делить на массу протона вот оно порядка там вот то есть это матричный элемент вот матричный элемент ну как и все остальное вот дальше вы можете говорить вот смотрите я тензор это след тензора энергии импульса это вот мы сейчас получим более-менее вот а дальше люди говорят что ну вот из различных экспериментов мы можем по отдельности разные маточные элементы вот эти вытаскивать вот и например когда мы их сумму сложим у нас должна масса протона получаться вот и это ну некий тест да дальше можно не только след тензор энергии импульса вот так вот рассматривать а вот скажем различные его компоненты ну или хотя бы тензор энергии она будет гораздо сложнее чем вот это и там будет много вкладов эти вклады можно опять-таки извлекать из различных экспериментов складывать ну и делать какие-то выгоды вот это я все для того чтобы как бы мотивировать что вот эта формула нужна и важна вот аномалия следа да еще ее называют масштабной аномалии так ну и давайте потихоньку будем ее выводить вот еще важно что сказать что если мы думаем что наша теория ну у нас заряд не бежит мы вот эти 700 мэв сразу теряем понимаете то есть асимптотическая свобода или изменение масштаба с расстоянием оно просто вот железно вбито во все массы адронов вот даже бета 0 там есть вот а Еще, кстати говоря, проблема спина протона есть такая, да, вот, а делается все точно так же. Что такое оператор спина? Вот это оператор тензор энергии импульса, есть тензор моментов, да. Вот мы берем тензор моментов, вставляем сюда ту компонент, которая отвечает там за момент, расписываем через некие компоненты, считаем каждую, складываем, у нас, скажем, не получается спин протона. И это вот проблема. Так. Начнем мы, значит, классический Лагринжан. Классический Лагринжан у нас минус единица на 4g квадрата. Как мы получим вот этот самый тензор энергии импульса Т? Существует два способа получения тензора энергии импульса. Один это теорема Нютер. Вот. По теореме Нютера мы его получаем. Вы, может, получали его, я не знаю. Скажите. Там на КЭТ или раньше. Люди. Было дело. Мы проводили там задание, по-моему, даже чуть-чуть было. Отлично. Калибровкой. Что? С фиксированной калибровкой там символ слагаемого. Это правильно. Значит, я не буду фиксировать калибровку, и духи писать, соответственно, не буду, поскольку... Вот в этих вот маточных элементах, которые там, члены, фиксирующие калибровку, они не дадут вклада, поскольку это наблюдаемая величина. Вот. Дальше. Если вы выводили, то я, собственно, его могу просто написать тогда. Вот. Значит. Это меню, это, 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 это. Что это? Это F. Меню. Ф. Ро. Ф. Ню. Минус. Минус. Так. Нет. Камера. Минус. 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 такой у вас был значит д туда сюда это д туда д туда минус д туда так и у меня пополам так ну минус я это сделано исключительно для того чтобы он был симметричен эрмитов вот поскольку нам нужен симметричный тензор энергии вот хорошо если я возьму его след то что я получу след значит здесь он у меня полностью сократит значит вклад вот этого д потому что ну тут у меня половинка тут у меня половинка вот и он у меня вычтется дальше след вот этого он просто нулю будет равен значит вот этого и отсюда куска единственный след который нулю равен не будет этот свет с массой соответственно это будет вот это вот масса масса из чертой пси на коэффициент некий вот некий коэффициент ну вес коэффициент из уравнения движения вот вес коэффициент и заранее движение хорошо теперь вот видите что в классических в классическом случае у меня просто массы все вот этого куска нет вот этого куска не хорошо вот эту формулу вы доказывали или нет ну было да это да хорошо слово такое белин фанта вам что-нибудь говорит нет точнее было опаньки а как вы тогда вот это получали это какие лекции кто вам это рассказывал грозин 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 и вот это получали нет тензорный Магнитное поле это F Отлично Вот к этому пришли или нет? Мне это важно К чему? К этому Ну вот я сейчас смотрю У меня по-другому написано Хорошо, а зачем вам это надо было? Потом Потом Через днем Мы написали Через днем Потому что мы там Наслали Дивергенции просто Вот И там написали, что Выражение электротока Вот Если интересно я могу Их хорошо Короче Я про то, что у нас это может быть Было не снизованном виде Поэтому у меня выглядит немножко по-другому Так Ну, тогда я Немножко скажу про это Значит, теорема Ньотер нам что говорит? Ну вот Значит, мы говорим Хмю Сдвигаем Хмю плюс амю И что у нас должно получиться? И что у нас должно получиться? Вообще, если у нас есть любое Любой Лагранжиан Вот Каких-то полей ФИА Вот Демил ФИА Вот на месте этих ФИА у нас будут и Фермионы И глионы И все остальное Вот Значит, то тогда Что мы говорим? Мы Говорим Что Значит У меня Ньотеровский ток Демю Жемю Который у меня будет сохраняться Будет равен Будет равен Демил 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 СЕ На Демил Демил Это Минус 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 Жемю Минус Минус Большое Демил Значит Это Вот так При этом Соответственно ФИА переходит во что? Переходит в FIA плюс дельта FIA L переходит в L плюс демюжный небольшой. Вот. Вот это тогда ток. Нет, раз. Жи маленький. Вот. Выключите микрофон. Значит, хорошо. Хорошо. Если мы если мы рассматриваем наш Лагранжан, мы говорим, что ну вот альфа, от x переходит в а альфа от x плюс x мю плюс амюл. соответственно, это а альфа от x плюс д мюл а альфа амюл от x амюл. лагранжан плюс как целое ну с ним то же самое это просто сдвиги. вот значит, с ним то же самое. Я скажу, что лагранжан в этом случае это вообще просто все переписывание. Вот. И нюнтеровский ток, который есть тензор энергии импульса в нашем случае это так это это меню т меню это соответственно мило это вот это вот значит тут я вставляю же меню чтобы их расцепить это у меня будет минус л ж мюл вот этот кусок ну а этот соответственно получится мы должны взять продифференцировать ну это делается тем более что вы это делали я напишу ответ ответ получится такой минус единицы на g в квадрате f ню значит f мюр д ра а ню д ра а ню д ра сейчас индексы индексы д д д ню а тут ра вот плюс си с чертой гамма мюр и вот производная такая си си мю ню ню вот это то что получится по этой формуле подставили получили я думаю вот грозин вам вот это и написал вот вот чудесно но вот вы на это смотрите видите что он во первых не симметричный а это плохо но с точки зрения теории относительности например тензор т меню он играет роль источника для там метрики метрика симметрично вот то есть это одна проблема вторая проблема это то что он калиброш не инвариантен как видно значит ну я не знаю на любой из них смотрите и видите что он калиброш не инвариантен лаганджан инвариантен а вот это например не инвариантно вот пси и пси вот это вот будут при су-3 калибровочных преобразованиях помножаться на вот это вот у до экспонента вот тут производная и она не удлиненная ничего и все и тут вот будет нечто вот д мю аню она тоже не калибровочный вариант но тут тоже будет нечто то есть это на самом деле нехорошо какой способ что нужно делать чтобы получить калибровочный инвариантный и симметричный тензор энергии импульса для этого делается следующее так сотру я вот это для этого делается следующее вот если к этому тензору мы можем добавить какой-нибудь другой такой что закон сохранения например для него не изменится вот тогда нам будет ну неважно а то меню у нас какое свойство есть что меню делью равно нулю это собственно вот оно написано вот то есть это сохранение энергии значит т меню дэмю на равно нулю вот если мы к т меню добавляем какой-нибудь тензор который не меняет это свойство то он нам также хорош как и этот вот и плюс еще что ты 0 0 это у нас гамильтониан плотность гамильтониана вот эти два свойства нам нужны а в остальное как бы уже не важно что мы добавим вот есть такой значит тензор который называется тензор белинфанта вот ну или метод белинфанта как вот это исправить тензор который нужно добавить а он просто строится пола гранжиану но это я там напишу в записях или ссылку да я его вам просто напишу ответ здесь соответственно ну т меню симметричный я не знаю как его называть но с крышечкой буду называть тогда вот так или лучше давайте вот этот будем называть это канонический он называется который получен по теория меню тир значит т меню симметричный это это меню плюс д альфа где ты д альфа б альфа меню б альфа меню где б альфа меню это единица в квадрате альфа 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 с чертой с г альфа альфа с альфа альфа с с вот и можно взять и увидеть что а это равно но минус B, соответственно, мюм, альфа, мюм. Это антикоммутатор, гаммы, альфа и сигма меню. Сигма меню что такое, помните? Сигма меню это и пополам, значит, гамма, мюм. А, это гамма меню. Коммутатор, да. Вот так. Так, или тут у меня, ну да. Вот. Значит, мое утверждение стоит в следующем. Что если, ну, во-первых, что легко проверить, что если я вот это уравнение пишу дмю т меню, вот сюда, дмю т меню это дмю тета меню плюс дмю от вот этой штуки. дмю д альфа это симметричный тензор, а этот тензор по альфа мю антисимметричен. То есть он вклада в закон сохранения не дает, да. Вот. Соответственно, я его могу добавить. И если посмотреть на гамильтониан, который я написал к интеграла Т0,0, то вот этот тензор, он, ну, дает нулевой вклад в этот интеграл так же. Это одна из задач у меня тут написано. Вот, я не знаю, на экзамен. Вот. Просто взять его, проинтегрировать, привести к интегралу по частям, поскольку это полная производная, и сказать, что на бесконечности он равен нулю. Вот. Значит, итого. Вот такая вот сдвижка. Вот это называется тензор де Линфанта, B. Вот. Приводит тензор энергии импульса, полученный с помощью теоремы Нютер, то есть канонический, к симметричной и калибровочной вариантной форме, которую я вот только что стер на этом месте было написано. Это чисто алгебра. Взяли, посчитали коммутатор, антикоммутатор, подставили все сюда, сложили там и получили эту форму. Вот. Это. Так получается тензор энергии импульса. Вот. Собственно, я думаю, что вот на семинаре одну из этих задач вы решите. Одну на дом пойдет. Хорошо. Тензор энергии импульса мы понимаем, как получается. Вот взяли канонический тензор, добавили к нему полную дивергенцию, получили симметричный. И этот самый, калибровочный вариантный. Теперь, как это связано с масштабным преобразованием? И вот с этим. Значит, что такое масштабные преобразования? Масштабные преобразования. Вот для масштабных преобразований вот то же самое хочу написать. Значит, амю, а альфа, ас-экс. Во что оно будет переходить? Если я хочу изменить масштаб этого поля, то что я делаю? Я говорю, что это а альфа от... Так, сейчас посмотрю, как я его обозначал. Как я его обозначал. Обозначал я его так. Значит, е в степени минуса. От x е в степени минуса. Вот это параметр, который, значит, задает мне преобразование. То есть я мог это просто сказать, что это лямбда, это лямбда. Так же, как вот это а. То же самое. Вот тут у нас 4 разных а, 4 разных сдвижки. Вот мы получили 4 закона сохранения на тензор энергии импульса. Тут у нас сдвижка одна. Мы просто увеличиваем в лямбда раз x. Оно написано в виде е в степени минуса, потому что при а равном нулю, ну, грубо говоря, это будет единиц. Чтобы это было, ну, как в группе. Закон преобразования для группы. Это если у меня есть f от x. Это, соответственно, я беру g f от x под действием преобразования из группы g. Это, скажем, там g f от g минус 1 x. Помните такое из ММФ? Вот здесь ровно это и написано. Если, ну, у поля а размерность обратная, размерность x. Потому что у нас в действии стоит d4x и а в четвертой там, да? В, ну, f на f. Поэтому у них размерности обратные. То есть я ровно вот это и делаю. Одно из них у меня же прямое, второе обратное. Вот. Хорошо. Если... А как вы единодинамерные вилоси в степени? У них размерность обратная, я еще раз говорю. Вот если бы это был... Если бы размерность этого поля была размерность x, а не минус первая от x, то я бы тут написал плюс. Тогда это были бы... То есть как действует g на что-то? Это e в степени, ну, грубо говоря, размерность... Размерность... А, или там... d, а. То есть g на f размерности d. Это e в степени d, а на f. Так? Вот. Значит, теперь я говорю. Размерность а в единицах x, а это минус 1. Вот тут минус 1 написано. Размерность x в единицах x, а это плюс 1. Вот. Поэтому я должен взять обратную, и это e в степени минус а. Понимаете? Или нет? Да вроде понимаю. Чудесно. Так, понимаете или нет? Еще раз. А как обратная? Ну, эти... Размерность x, а единица. Так? Размерность а минус единица. Вот. Соответственно, здесь я беру размерность обратную, потому что это g минус 1. Я беру минус единицу. Здесь я беру размерность прямую, и это минус единица тоже. Вот. Если я... Если я... Если я... Разложу вот так же, что я получу? Я получу а альфа от x. А альфа от x плюс а на что-то. Значит, плюс а минус а. Значит, это а альфа от x. Это я вот это разложил. И плюс d мил, x мил, попорот, x мил, d мил, а а альфа от x. Вот. Значит, си от x переходит. Тут понятно, е в степени минус а x, а тут будет е в степени сколько а. Сколько? Размерность поля Пси какая? В Лаганжане у нас стоит масса на Пси с чертой Пси. Да? Масса на Пси с чертой Пси d4x. Так? Двое. Нет. Двое. Правда? Масса размерная. И сколько? 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 Что-то типа там в половине запчет. Размерность массы в единицах икса сколько? Сколько? Замечательно. Вот у вас там d4x, вот это убило одну, осталось d3x. 3 поделите пополам, каждому по половинке, это получится 3 вторых. Так? Соответственно, тут минус 3 вторых. И эти минус 3 вторых я должен написать куда-то вот сюда. вот. Вот. Хорошо. Хорошо. С лагранжианом что? Лагранжиан. Какая у него размерность? Вот. Какая у него размерность? Сколько? Минус 4. Минус 4. Чудесно. И что здесь будет? Так. И это я, значит, сдвинул вот как. Значит, минус а. Тут будет 4. 4. Плюс x мю дмю на l. Да? Но, если я возьму... Сколько? В сходке выше там вот так настаивает конец? Чего? Вот эти, да? А, 3 вторых, да, ага. Вот. Вот смотрите, здесь если я дмю вот сюда вот внесу за x, это у меня будет дмю x мю на l плюс x мю дмю на l. Дмю x мю это сколько? Ну, дмю x мю. Сколько это? В смысле, это только атакса, да, произойдет? Да, вот просто. Вот это чему-р... Чудесно. Вот это 4 у меня есть, поэтому я это так и напишу. Вот. Напишу я это вот так. Значит, это дмю и дмю на l. А, я написал. Очень хорошо. Вот. Соответственно, я смотрю, вот их сравниваю, да, вот инсинтезимальное преобразование. У меня получается, что вот вот эти куски, на самом деле, они вот эти вот кусок, дмю а ню на а, да, вот тут у меня дмю а альфа, а роль а играет а на x мю, да, и вот здесь также а на x мю, но еще есть добавка. Вот. И здесь это на самом деле ну, тоже а на x мю играет руля. Значит, теперь соответственно, я хочу связать вот это преобразование вот с этим преобразованием и получить вот ту самую формулу, что ток, который отвечает вот этому преобразованию, это дмю, то есть к чему я стремлюсь, то это тмю мю. Но если без следа, то тогда это будет тмю и тмю. Я беру производную, производная от этого, он у нас полностью сохраняется, то есть это ноль, производная от этого дает мне дельта меню, и я получаю след. Вот. Значит, ток для вот этого преобразования, как он пишется. пишется он так, демю. Это дель демю аню дельта аню так минус 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 с чертой минус вот 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 хорошо ну тут индексы в этом смысле это мы понимаете то есть это вы можете иметь как хотите вы по индексу вот так хорошо вот это оно такое же опять таки как здесь вот вот этот кусок если я вот здесь выделю вот у меня получится мне получится у меня получится следующее что вот это будет тета мю альфа x альфа плюс остаток д-м а а ню а ню а ню плюс три вторых Три вторых. Три вторых. Три вторых, три вторых, три вторых. Хорошо. Вот это оно. То есть остался кусок из А, это сумма вот этих кусков. Вот эти куски, они сворачиваются в х на θ, предыдущий тензор, а вот эти куски, они остаются. Вот, они остаются. И их я могу написать в яфь. Их я могу написать в яфь. Их я могу написать в яфь. Получится следующее. Это сменю альфа и с альфа плюс минус единица на g квадрат f меню аню. f меню аню. Это единственный член, который останется. Все остальное там сокращается. Все остальное там сокращается. Все остальное там сокращается. Вот. Все остальное сократится. Дальше делается следующее. Вот этот θ я переписываю через симметричный тензор и тензор белинфанта. Вот. Ну, дмю это тмю альфа x альфа плюс минус x альфа. Ну, дмю это тмю альфа. Сейчас, сейчас, сейчас. x альфа. Ну, дэ бета. 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 Альфа. Ры квадрат. f альфа. Альфа. Тензор белинфанта, который я сверху писал, стер. Вот это, вот эта штука, вот эта штука плюс, плюс, ну, в антикоммутатор гамма-мю, сигма-мю с этим самым, с ипси. Вот. 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 Значит, здесь, здесь, я, вот этот x могу под производную... Что там закупка стоит после минус x в квадрате? f, f, вот это f. Все это просто, я вот это переписал. Вместо t, я ставлю t, t там, плюс db, вот, ну, минус вот так. Значит, и... Вот это осталось, как было. Вот это осталось, как было. Значит, здесь дальше я могу внести x под производную. У меня получится db, db, x альфа, бета, значит, бета, мю альфа. Альфа, плюс бета, это дельта альфа, бета, соответственно, альфа, мю альфа, минус вот это. Минус, я нажал в квадрате, f мю альфа, альфа. Вот если вы посмотрите на выражение для b, оно у вас записано, я стер, то вы увидите, что вот эти сократятся просто. Вот. Итого. Остается, что dμ, что мю альфа, x альфа. Вот. А, соответственно, закон сохранения, который говорит нам о том, что действие безмасштабно, это dμ, dμ равно нулю. и это dμ, когда действует на t, тензор сохраняется, это равно нулю. Я уже говорил, dμ, когда действует на x, дает мне дельта амю. И это получается tμ. Я это так схематично тут вывел, не вычисляя вот этих вот производных. Значит, это просто алгебра, то, что я не делал на доске. Вот. С этим вопросы есть или нет? Или дальше идем? Давайте дальше. Вроде тут нормально все. Нормально? Хорошо. Вот. Это все классическое... Значит, смотрите, если... Вот, это правильный вопрос. Если действие после вот этих преобразований масштабных, да, перешло в себя, то есть, значит, или изменилось на полную производную, да, то тогда у нас этот ток сохраняется. Если он сохраняется, то это ноль, да? Вот. И тогда tμ равно нулю. Если нет, то он равен тому, ну, некому не сохраняющему члену. Вот. Это написано для того, когда он сохраняется. Теперь давайте вот просто на наш Лагранжан посмотрим и вот это преобразование сделаем в явь и посмотрим, сохраняется он или нет. Вот. И если нет, то найдем несохраняющий член. Ну, понятно, несохраняющий член будет масса, которая здесь появится, а в квантовом случае еще и вот это. Вот. Значит, и того. Вот наше действие. Классический случай. Действие. Значит, это интеграл d4x, интеграл d4x, минус единица, 4g в квадрате, f в квадрате, s плюс xi с чертой и d со шляпой минус m в xi. Вот. Я делаю вот это преобразование. Тут у меня x. И что я получаю за преобразование d? Я получаю интеграл d4x. Что такое f? f это у нас был, помните, коммутатор. Коммутатор удлиненных производных. Вот я его так и напишу. Это, значит, d в квадрате, тогда минус не буду писать. И d мю плюс, плюс, плюс или мю? Плюс. Плюс а мю от x. Вместо x я пишу е в степени минуса i. А здесь я пишу е в степени минуса тоже. Вот. Значит, коммутатор и d ню, и d ню то же самое. Плюс е в степени минуса, а ню е в степени минуса. Вот. Коммутатор закрылся. Это вот этот, причем он в квадрате. В квадрате. Ну, тут f в квадрате, коммутатор в квадрате. Вот. Вот здесь плюс psi от x е в степени минуса и d мю плюс е в степени минус а а мю x е в степени минус а гамма мю минус m е в степени минус три вторых а c е в степени минус а x Так, и вот здесь Так, и вот здесь Коммутатор второго слагаем в скобке е в степени минус а на x Правильно. Значит, е в степени минус три вторых а Вот, я все взял, подставил. Что будет? Что будет? Значит, будет вот что. Я тут не очень понимаю, как что делать. Разные все е минуса. Я делаю замену переменных. Соответственно, замену переменных x равен е в степени а так, ну, переходит в е в степени а x x, да? Что будет тогда? Это просто замена переменных в интеграле. В этом смысле я ничего не меняю. У меня получается d4x е в степени 4а. Это пришло из дикобиана. Вот. Дальше минус единица на 4g в квадрате. Значит, как только я сделал замену, у меня вот это вот d по dx там, да? Вот. Вот тут. То есть, x внизу. Соответственно, у меня стало, что вот эта вот производная у меня помножилась на е в степени минуса. Понимаете, да? Вот это. Так же, как и это, и вот это. Вот. И в итоге, что у меня получилось? У меня получилось, что как целая длинная производная помножается на е в степени минуса. А вот здесь, наоборот, в аргументе а у меня x на е в степени минуса перешло просто в x. Ну и вот во всех этих аргументах. Итого, что у меня получилось? Вот отсюда Я е в степени минуса вытаскиваю одно, отсюда второе как целое, а еще это в квадрате. И это дает мне е в степени минус 4а на е в квадрате от х. Это вот это. Отсюда. Вот внутри то же самое. Пси стало от х просто. Здесь стало е в степени минуса, мы его вытащим. И, соответственно, из вот этого члена, с гаммой и мю, у меня вышло только е в степени минуса. Так? И из вот этих вышло е в степени минус 3 вторых, и там 3 вторых. Итого минус 4а тоже. Значит, плюс е в степени минус 4а с чертой от х, д со шляпой по х, пси от х. Вот. Это хороший член. А вот отсюда что вышло? Минус 3 вторых и еще минус 3 вторых, а масса не меняется. Вот. Итого у меня получилось минус м на е в степени минус 3а. Пси с чертой от х, пси от х. Ну и что мы видим? Мы видим, что вот этот член вариантен, вот этот член вариантен, а этот нет. Вот кусок с массой. Соответственно, получается интеграл d4х, как было, g квадрат f от х в квадрате с чертой. Итого от х, пси. Вот. Минус m с чертой пси. на е в степени а. Вот. Итого, если у меня теория безмассовая, она инвариантна. Да? И тогда след тензора энергии импульса должен быть равен нулю. Вот этого ничего нет. Если теория с массой, то что должно получаться? Должно получаться следующее, что при инфиндизимальных преобразованиях, вот это е в степени а, это, ну, единица плюс а. Единица плюс а. Соответственно, вот этот ток dμ. Там в нем стоит минус xμ. Значит, чего там? На L, да? Вот, в конце. В конце. Стер. Ну, вот он. Вот А на дмю xμL. То есть, в ток дает вклад значит, вот L на xμ. То есть, тот кусочек, который не сохраняется. То есть, это и будет этот кусочек M с чертой пси. Вот я его и напишу. M с чертой пси. Вот. Значит, до мю, до мю. Или останется. Это классический случай. Что будет в квантовом случае? Что будет в квантовом случае? Вот, давайте смотреть. В квантовом случае я могу написать действие так. Деграм 4x. F миню A 6 единица нажим плюс я его нажал фи. я ткс. так лучше да вот я в прошлый раз за прошлый писал что что мы перешли в импульсное представление да и там заряд единицы на же в квадрате стал зависеть от импульса так стал зависеть от импульса через логарифм да помните ну вчера вчера писали вот он зависит от импульса через логарифм я могу обратно фурье сделать вместо импульса написать производную вот я это сделал потому что вот тут у меня все в координатном представлении написано чтобы вот это вот координатном представлении написать я пишу так Вот. Значит, и это, это то же самое, что было раньше, только, только, значит, только, ну сейчас я его просто напишу. Вот это просто мне все надо, как бы, вот. Вот. То есть я взял предыдущую формулу, которая у меня была записана в импульсном представлении, вместо импульса написал D. В той идее, что я вот сюда буду подставлять F в импульсном, ну, как фурье от импульсного представления, да, и когда вот это D будет действовать на вот это F, оно будет дифференцировать экспоненту по X и давать мне P. И вот этот ряд, каким бы он там ни был в логарифме, он у меня станет логарифмом P, когда я подставлю вот сюда фурье. Понимаете? Вот. То же самое с массой. То же самое с массой. М, M, D в квадрате, я написал, значит, что это M в квадрате, в степени там 30F на это 0. То же самое. Я подставляю вместо φ, φ как интеграл от образа фурье. Вот это производное действует на экспоненту, и у меня сюда спускается импульс. Вот. Вот так. То есть мое классическое вот это действие перешло вот в эффективное действие вот такого типа. Если я здесь, теперь вот в этом действии, буду делать такое же преобразование, что я получу? Я получу, что все, что здесь было, пока оно не касалось вот этих, ну вот это я могу разложить в ряд, это будет единица плюс что-то там. Пока оно не касалось членов с D, у меня все было так же, вот все абсолютно так же. Но когда я делаю вот это преобразование, x в E в степени Ах, у меня добавляются члены вот здесь. При этом преобразовании, как они будут себя вести? это будет единица на g от минус 0 в квадрате плюс бета 0 в квадрате логарифм. Вот это D по DX, да? x у меня стал E в степени Ах, то есть у меня это стало D в квадрате на мил в квадрате, как было. Плюс, плюс, минус вернее, минус А2, да? Так, понимаете, что я делаю? Мы сейчас сделали преобразование x переходит в x в E в степени и минус А. Вот это мы делаем. А, есть и минус? Да. Здрасте. Ну, заканчивайте, если еще. А, сейчас я закончу. Значит, вот, то есть когда мы делаем преобразование, которое изменяет масштаб полей, это вообще не поля, это просто какие-то, ну, константы там, да, от импульсов зависящих. Вот. Мы изменяем масштаб только в полях. Потом, чтобы проинтегрировать хорошо, мы берем и делаем замену переменной интегрирования. Когда мы делаем замену переменной интегрирования, вот эти производные по x, они переходят в себя плюс А. Так, это понятно? Или нет? Понятно, чудесно. Вот так же, как здесь. Когда производную делали замену, она помножилась на экспоненту и вынеслась. Соответственно, вот тут вот получилось 2А. И здесь получится... То есть, это и есть добавки, которые возникают? Что? Это и есть добавки, которые возникают. Это и есть добавки, да. Вот здесь тоже получится некая добавка. Ну, я ее писать не буду тогда. Забудем пока. Вот мне вот это важно. Значит, здесь все шло-шло-шло абсолютно так же. Единственное, что вот здесь в массе будет некая добавка. Вот. То есть, это будет масса, которая была. Плюс, если вот это в ряд разложить, плюс g квадрат на... Ну, 3cf на β, на самом деле. Помноженное на... Вот. А вот здесь, это вот отсюда пришло. Соответственно, у нас получилась добавочка, зависящая от какого типа. То есть, это все будет как было. Все будет как было. Вот тут вот... Где? Так, давайте вот что. Тут вот мне уходить пора, мне говорят. Поэтому, вот, получите мне вот ту исходную форму. То есть, понятно, что коэффициент при а нужно собрать, и это будет то, что там станет. Вот, при вот этом а. Ну, и при вот этом это будет еще поправка к массе. Вот. Ну, и мы с этого начнем тогда в следующий раз. Вот. Но понятно, откуда взялось это? Вот. Или нет? Да, да. Ну, вот, давайте, в общем, найдите мне коэффициент при а и запишите его вот в след тенсора, и будет нам хорошо. Вот. Такие дела. Значит, ну, наверное, все, потому что меня выгоняют. На следующей неделе у нас семинары, да? Я не знаю пока. Вот. Не знаю пока. Пока ничего не могу сказать. Но занятия будут, если мы не умрем там вдвоем с Алексеем, с этим самым Смеком Геннадьевичем. Так. Так, я включу другую. Там вин к другому использую. А здесь же. Так. Извините. Я что-то ночью плохо спал. В общем, все как всегда. А, у нас еще и пишется. А, у нас еще и пишется. Продолжение следует...